Дорогая, привет! Привет! Намасте, я тебе так скажу. Намасте, намаста. Я подготовилась. А ты говоришь на хинди? Нет, не до такой степени, что я люблю эту культуру, но как-то за изучение языка не взялась. Но если говорить о каком языке, о какой языке я бы хотела выучить, это санскрит. Ты, может быть, итальянки уже выучила? Нет! Главное, я тут санскрите грежу, а мне надо итальянский выучить. У меня муж итальянец, я баклуши бью. Дело в том, что он говорит по-русски очень хорошо, и это меня сильно расслабило. Да, он уже так прям... Он русел? Он гений. Вот вы познакомились, я читала на свадьбе в индийско-ведическом стиле, вместе ходите на практике. И вообще очень много у вас общего в этой культуре, интерес этот общий к ней вас объединяет. А как это вообще все началось? Как вы встретились с взглядами? Мы встретились на свадьбе. 7 сентября 2016 года мы встретились, 7 сентября 2017 года мы уже расписались. Вот как-то так быстро это произошло. Это была свадьба его брата и моей подруги Марины. Свадьба была как раз в ведическом стиле. Я помню, что я приехала на свадьбу в ужасном настроении. У меня были катастрофы в личной жизни. Ну, не буду рассказывать. Все было плохо. Я была так разочарована в отношениях как таковых, что я даже подумала, что, наверное, это не для меня. Эта встреча первая, не могу сказать, что это было что-то сверхъестественное, какие-то искры с первого взгляда. Пожалуй, со второго взгляда, со второй встречи у нас какая-то магия стала происходить. Но по итогу, духовный мастер, как тебя убедил в том, что это твоя судьба? Ведь я знаю, что в первую очередь он сказал тебе об этом. Подозвал, ну, как позвал меня, я на него посмотрела, а слева от него сидел Стефана, куда-то там в облаках витал. Мастер показывает на него и делает на него так. Я думаю, к чему бы это? Он мне опять на него показывает и делает вот так. Я с недоумевающим лицом, видимо, вызвала у него какой-то смех, огромный хохотал. Опять он показал на него, на меня, сделала вот так, и показала вот так. А в какой момент ты вот окончательно поняла, что ты его любишь? Пошел, наверное, месяц после второй встречи. Он был в Индии, кстати, с нашим мастером. У них была паломническая поездка на фестиваль Холли. Но перед поездкой, помню, мы разговаривали еще в Ашраме. Я попросила его, слушай, пожалуйста, пришли мне, он как фотограф туда ехал, пришли мне фотографии. Обещай, что ты будешь присылать мне самые лучшие фотографии в конце каждого дня. На что он рассмеялся и сказал, окей, я обещаю, я буду твоим тайным корреспондентом. Ну, отлично. И он действительно стал мне присылать в конце каждого дня фотографии. И вот тогда, через эти фотографии, я влюбилась в этого мужчину. Ты поняла, что вы одними глазами смотрите на этот мир? Я поняла, что он смотрит на мир и видит его настолько красиво, что я бы так не догадалась посмотреть. То есть я его глазами влюблялась в мир, представляешь? Ох, я, знаешь, на самом деле погрузилась вообще в эту беседу. Я совсем отвлеклась от нашей основной темы. Ну, давай. Вот я знаю, что еще о ваших свадьбах можно написать книгу, еще ту увлекательную, про ваши четыре. Первая свадьба, точнее, это не свадьба, мы просто расписались в ЗАГСе, и была, как я сказала, 7 сентября, ровно в день нашего знакомства. 9.20 утра в ЗАГСе номер 4, где расписываются на странами и гражданами. Мы вдвоем с мужем, плюс 25, наверное, ближайших друзей в Москве и родственников. Его брат приехал, жена брата, мои двоюродные сестрички были. То есть мы вот так расписались, вот таким русским составом. Вторая свадьба была в Ашраме. Это была духовная свадьба. Поскольку мы являемся... Мы из разных конфессий, я из ислама, я мусульманка, а он католик. Мы никак не могли совершить духовную свадьбу ни в католичестве, ни в исламе. Нас венчал наш мастер. Это было в конце сентября в Германии, в Ашраме. И это было так сладко. Это была самая сладкая свадьба, потому что мы не занимались организацией. Третья свадьба была на Кавказе. Это дань уважения, почета моему роду, моим традициям. На Кавказе мы делали достаточно скромную свадьбу по кавказским меркам. На 120 человек где-то. Ну и самая последняя свадьба, это было уже в октябре, почти спустя месяц, в Италии. В Пимонте. В Пимонте, да, это очень красивый регион, где производится шикарная вина. По поводу итальянской свадьбы. Я знаю, что Стефана сам готовила ее, и что для себя был полный сюрприз, что там происходило. Какие-то маленькие нюансы, но в целом это был сюрприз, и он очень трогательно, очень красиво все организовал. Там были такие детали, как танцующие фигуры в национальных одеждах на тортике. То есть он изобразили, опять же, отдавая дань моей культуре. Четыре свадьбы, четыре абсолютно разных формата и четыре свадебных платья. Да. Ну ты, в общем, по-настоящему счастливая невеста. Я знаю, что два были классических, да, наряда белых. А вот про два национальных костюма я все-таки хочу спросить. Как ты их выбирала? Национальное кавказское платье мне шила дизайнер и моя хорошая подруга Мадина Сараль. Свадебное платье индийское. Сари. Красное сари. Кстати, ни в коем случае не белый цвет, а красный цвет. Цвет изобилия, цвет богатства, цвет любви, страсти. Так же, как и в индийской культуре. Черкесский наряд был такого бело-ванильного цвета. Там были элементы рубинного-бордового цвета. Индийский наряд был абсолютно алый цвет и все в камнях. Мне его покупала девочка. У меня есть одна знакомая, хорошая индуска. Она живет в Канаде. То есть без примерки платье. А сари не надо примерять. Сари – это искусство драпировки. Я смотрю, ты уже решила попробовать то, что мы для тебя приготовили. Я знаю, что ты королева специй. Как ты сама себя называешь? Поэтому я тебе предлагаю сейчас закрытыми глазами вдохнуть аромат этих замечательных специй, сказать, к какой культуре приготовления блюд они относятся. кардамон, наверное, езера. Это что-то типа гора Масалы. Какая страна, скажи? Это Кавказ, Закавказье, где-то так, Азербайджан. Это первая? Уже правильно. Это абсолютно карри, это Индия. Это барбарис. Искатный орех, что ли? Правильно. Шалфей. Близко. Тоже на Ш. Шафран. А, Шафран, да. Я могу только поаплодировать тебе. Ты настоящая вообще фея, королева специй. Действительно, ты справилась с испытанием на 5 с плюсом. Кстати, спасибо тебе огромное за этот нереально интересный разговор.